Вот и все, что нужно мне для работы рассказывать и рассказывать. Удаляем волосики на ручке. У меня очень много загорелой кожи, у меня много очень забитой поры, потому что дома стройка, я шоркаю, цемент на стенах. У меня поры забиты, честно. И тут была татуха когда-то и поэтому для начала обязательно я должна обработать всю кожу, обработать салфеточкой. Это сейчас уйдет все пастой, я даже не буду сейчас пытаться спиртом. Со спиртом это все сойдет. Пыталась его удалить, но просто не успела, меня отвлекли и до конца не стерла. Убираем все грязь, у меня грязи много от рисунка. Протираем кожу. Чуть дальше тоже протираем. Протерли кожу, следом у нас талька. Присыпаем тальком. Салфетки чистые. Положила их. Кожа влажная еще и поэтому сейчас остаться могут белые полосочки от влаги. Должно быть удобно мне срывать. У всех, в основном, у всех, у большинства волоски растут вот так, сюда. Все растут сюда. Поэтому удалять мы будем волосы от себя. Вот так. Этот лисунок я все под рукой положу. Что мы делаем? Берем в работу. Все липко у меня. Сахар все липко. На стенах все летает. Это сахар кругом. Как бы я не умела это хорошо делать, но паста есть паста. Здесь у меня плотноватая паста. Для обучения она как раз пойдет, потому что вам тоже нужно пробовать в средней, можно даже чуть-чуть плотной, но очень медленно, потихонечку. Если на себе, вы сами понимаете, что нет натяжения. Закрою окно. Очень чумно. Немножко в пасте. Начала держать, чтобы не упал. И залепила. Пасту медленно накладываем на пальчики. Паста всегда у меня чистая, потому что я беру только чистым шпателем. Если я шпатля наложила на руку, либо грязной рукой взяла, смазала, добавила пасту условно, то липнет все. То вы понимаете, что шпатль уже грязный. И опять в пасту я его не положу в банку, поэтому у меня баночка вся всегда чистая, всегда нормальная. Она может быть сверху только липкая от сахара. Как быть, бывает, течет где-то, что-то взялся. Где-то просто липкость какая-то существует все равно. Что мы делаем? Так, тальк, да? Немножко еще добавлю, потому что я чувствую, что как-то... Вот так, чуть-чуть. Вот они сразу видны волоски. Вы притальковали. Волоски у меня тонкие, пушистые. Их много. Ну, и меня они сильно не беспокоят здесь в данном случае. Поэтому я здесь на руках почти не удаляю. Летом, что самое интересное, они более заметны становятся, потому что... Хотя, казалось бы, летом все выгорают волоски, а у меня наоборот. Волоски белые, кожа темнеет быстро. А кулачок я стараюсь вот так сжать, чтобы было сильнее натяжение. И прям вот так вот делаю. Натягиваю. Я ведь сама делаю, я не могу сама себе натянуть. Я делаю себе одной рукой, поэтому я сгибаю кулачок и ставлю пальчики. Ну, вот здесь поменьше волос, поэтому я зайду сюда. Два пальчика. Умедленно. Паста плотноватая. Это для новичков. Само то. Но вы должны понимать, что так как вы, если себе не делаете сами натяжение, то может у вас и быть синячок, потому что кожу вы не натягиваете. Поэтому вот делаю сюда, ручку прям как можно сильнее натягиваю. Натягиваю кожу, сгибаю руку. Вот у меня тут тянутся волоски, чувствую как. Поэтому чуть-чуть придавливаю на кожу и прям двигаюсь. Медленно, медленно. Волоски тянутся. Тут не столько волоски, сколько для нас сама кожа. Кожа уже немножко дряблая у меня. Я похудела. Плюс загар. Вот тут уже не больно мне. Я здесь приподнимаю. И уже за это время... Нет, так делать не надо, честно. Я прямо вокруг во все руки сделала. Раз я показываю для новичков, значит, конечно же, не так. Но я сейчас уберу слой волосков, чтобы мне отсюда можно было заходить. С чистого места, скажем так, без волос. И я не делаю сразу рывок, чтобы вокруг всей руки. Я делаю кусочками. Натядула теперь назад. Руку, чтобы было натяжение хорошее. Резко. Раз. Ух ты ж. Раз. Ох, ёпы, рассыте. Теперь сюда натягиваю. Вот. Чтобы не было синяка. Опять протягиваю слегка. Раз. Ах, сколько у меня волос-то. Теперь вот так стараюсь. Следите за мной. Ух. Фига себе. Давно как я не делала. Чувствуется сразу. Ну вот. Теперь, если я присыплю тальк, у меня не прилип тальк ко мне. Смотрите. Смотрите. Вот. Хорошо. Все. Здесь чистенько. Здесь вот волоски. Здесь еще есть. В общем, здесь можно чуть под наклоном. Смотрите. Все наши складочки, руки, да? Складки. Вот они. Морщинки ты их не назовешь. Это же складки. И они, вот. Вдоль них надо дергать волоски. Хотя волоски немножко все вперед-сюда. Вы начнете дергать, но у вас в складки попадет паста. И когда вы начнете отрывать, у вас будет немножко синячок. Поэтому натяжение кожи и делаем сами себе. Если вы хотите сами себе удалить без синяков, то вам нужно в первую очередь, чтобы было натяжение кожи. А то вы волосы-то, может, и удалите, а синяков себе наделаете. Вот тут чувствую, тоже тянутся волоски. Волоски. Один раз. Еще разок. Сейчас покажу, как по чуть-чуть себе делать. Чуть я разошлась. Резко. Раз. Два. И сюда. Ух ты. Женя такой, как будто я скотч от волос оторвала. Тут еще есть прям. Тут снимается, видите, вся моя загорелая кожа. Прям полосками видно, как будто бы грязная. У меня очень хорошо много загара. Я всегда на улице. Даже сейчас. Все время на улице. А где уже я шугарила, попадается, там уже мне вообще не больно. Хоть кожа собирается тут. Потому что натяжения нет. А на ручке вот здесь мы натягиваем вот так. Ставим руку. Сгибаем как можно сильнее к себе. Вот так сгибаем. У меня прямой угол получается. У кого-то слегка сгибается рука. У кого-то очень сильно. И натягиваю, протягиваю. Смотрите. Пальчик убираю. Вот эти два оставляю. Сама учу, а сама. А сама. Раз. Раз. Тут есть пушковые волоски. И кожа тут сдирается вся. У меня паста плотноватая. Потому что мне более болезненно. Пласт плотная. Мягкая. Ну и мягкая тоже покажу. Провели. Подняли. Потому что где волос нету, там легче. Лучше подумать там, где их не совсем. Вот. Здесь нет волос. Я поднимаю пасту. А где есть волосы, она тянется волоски. Протянула. И раз. Здесь уже меньше их. Теперь здесь протянула. Уже немножечко сюда сгибаю. Все. Здесь могу спокойно поднять. И раз. Сбоку обязательно. Уже можно торцом пальчика сделать это все. Тут тоже есть волоски оказывается. На пальчиках можно точно так же сделать. За одну петальку. На пальчиках. Конечно же, надо снять колечки. Не буду сильно. Сделаю там, где неудобно мне сейчас снимать. Смотрите. Пальчики, волоски здесь есть. На пальчиками, но подним пальцем. И резко. Раз. Пальчик. Топ. Все. Этот пальчик. Медленно, потихонечку. Раз. Два. Я просто собираю пасту. Здесь нет никакой определенной техники какой-то. Метод шарканье. Нет, метод мануальный. А способ шарканье. На одном месте несколько раз. Так. Здесь я до колечка уберу тогда. Волосы немного. Но с кольца уже, с каких-то предметов вы уже точно не сольете. Это уже только надо мыть ручки. Не забыть бы помыть. Возле сахара. Колечко. Залезу в карман с деньгами. Не смогу вытащить руку. Так. И раз. Застряла здесь. И раз. Можно и на этих фалангах убрать. Но тут вообще, если у кого-то сильно видны, когда тут пушок какой-то незаметный, не стоит даже заморачиваться. Кто-то очень активно относится к своим крошечным волоскам, которые даже незаметны. А кто-то плюет на то, что у него черные-причерные волосы. Поэтому все по-разному реагируют. Теперь смотрите. Я делаю немножечко метод дуги, чтобы у меня натяжение кожи не ерзало туда-сюда. Здесь она менее растяжима, а сюда она будет больше двигаться. Поэтому я натягиваю пальчик и делаю метод дуга. Вниз. Медленно волоски тянутся. Сильно большой поворот мы не делаем. Слегка. Здесь еще волоски не зацепились. Паста в процессе все равно немного подтает, и она будет работать. Поэтому. Резко. Опс. Хорошо. Пожалели. Сами себя погладили по ручке. И вы сами чувствуете, как боль растеряется, стихает, как уже менее болезненно. Делаем стык в стык. Продвигаемся чуть выше. Вы делаете дугу. Поворачиваясь немножко туда, где нет волос. И срыв надо делать там, где волос нет. Это не будет больно. Вы не будете тянуть за волосы. Ой, вот тут чувствую, как попадаются волоски. А какие руки чудесные становятся. Мягкие при мягкие. Гладкие при гладкие. На следующий день вы можете их помазать каким-нибудь кремушком, лосьончиком. Ну, чем хотите. Только не в первый день. Не после шугаринга. Сутки, пожалуйста, ничего не делайте. Вот и мой рисунок тут уже сходит. Немножко. Так вот. Теперь я захожу сюда. И могу немножко, чуть-чуть засыпить волосков. И пройтись по тому месту, которое у меня уже было почищено. Теперь проходимся рядышком опять. Выходим сюда. Чтоб нам не делать весь полукруг руки. Паста даже сирии стала. И раз. Делать себе быстро руки. Просто у меня не всегда хватает времени. Чего-то я никогда на них не обращаю внимания, наверное. Потому что нужно было бы, конечно, гладкие ручки. Очень приятные, кстати. Трогаешь их. Они до такой степени гладкие, как попка у младенца. У них мучат пупки, ручки, щечки. Гладкие-пригладкие. Так. Хорошо. Следом, пока мы ничего не сделали, не притальковываем. Для чего? Для того, чтобы... Мы все время закрываем поры. Чтобы поры были прикрыты. Чтобы туда не успела попасть никакая инфекция. Ну, все может быть. И сразу легко и хорошо. А тут вот он пушок. Продолжаем. Стягиваем лишнюю пасту. Разворачиваемся. Потихоньку, потихоньку. Чтобы не было больно вам. Делайте безболезненную процедуру себе. Себе-то вы сразу будете чувствовать. И когда вы хорошо прочувствуете на себе, насколько вы делаете это, приятно, либо нет. Ах ты ж. Тут палец прилип. К простыне в колечки. Вот что значит, надо сразу убирать. Так. Показываю. Прям я руку уперла. Об кушетку. Не знаю, насколько видно. Хорошо. Ну, смотрите. Ага. Тут надо приподнять вверх. Кожа, смотрите, как тянется. Если я сейчас резко дерну, да? У меня будет здесь синяк. Смотрите, как она у меня вытягивается. Сверху тут вообще вон тянется. Поэтому что надо делать? Отходим чуть дальше. Вот как тут натянуть, я не знаю. Только руку вот так вытянуть сильнее надо. Сильнее прям. Натяжение кожи сделать. И ручку так загнули. Вот так. Дальше. Мелина. Вверх. Паста уже, скажем так, забилась. Хотя совсем небольшой кусочек я. Уже такая жесткая, жесткая, жесткая. Плотная становится слишком. Так. Проходимся еще немного здесь. Ах ты, вот тут почему-то как тянет. Может, там тоже волоски есть? Есть еще сколько есть. Ай, не буду второй раз проводить, потому что прям больно мне. Будешь знать, как людям другим делать больно. Я тоже, когда они начинают кривиться, я говорю, волоски тянутся? Да, тянутся. Так, сразу сниму вот эту грязь. Поэтому вы можете видеть, что это еще и пилинг. Снимаются не просто волоски, а еще поверхностные клетки кожи не нужны никому. Вот смотрите, все ушло. Вся грязь. Все почистила я с пастой. Это пилинг. Это еще массаж. Это все очень хорошо. Так, здесь уже я удалила. Здесь уже не больно. Я могу вверх приподнять немножко. Паста не тянется, а просто отрывается. Потому что забитая. И раз. Себе-то я удалю в любом случае. Так, до локтя мы сделали условно. Теперь вот это место. Ну, я-то себе могу, конечно, выгнать руки по-разному. Я очень гибкая. Но если вам неудобно, вы сделайте, согните вот так руку. Просто чуть-чуть сделайте. Тянуть, конечно, срыв будет у вас сбоку ходить. Не от себя. Хотя срывать пасту надо всегда от себя. Потому что самый большой силовой рывок – это от себя. Вы свободную руку просто выбрасываете вперед. Просто выбрасываете. И раз. Фух. Теперь можно так развернуть в эту сторону. Ну, тут у меня вроде бы, как будто бы и нет. Как будто бы и не больно. Вот. Тянется опять. Складывается кожа в складочку вся. И уже видно, что цвет меняется на коже. Удаляются грязные и нечистые кусочки кожи. Загорелые. Которые давно уже пора пошоркать, поскрабить. Я не скрабила. Все, готовлюсь. Давно могла бы все это очистить. Ну, это визуально сразу понятно, что удаляются еще и клетки кожи грязные. Загар. А загар что это? Это поджаренная кожа, да? Солнышком поджаренная. И она уже, скажем так, не новая кожа, а чистая кожа. Ее надо все удалять. Ой, какая красота. Естественно, чтобы сделать так, надо как можно сильнее сделать натяжение. Поэтому только так лучше. Лучше на себя. И удалить. Когда я сам себе делаю, что-то уже не так важен рост волос. Здесь не будет никаких врастаний. Так что не переживайте по этому поводу. Но если смотреть на просвет, нет волосков. Вот. Кое-где, если есть, вы смотрите на просвет и видно сразу. Вот это место я не удаляла. Либо не дошла до него еще. На просвет видны и пушинки видны все. И волосинки. И кожа чище стала. И не такая будет морщинистая. Гладкая очень-очень. Так, вот тут волоски вижу. Поэтому я клиента всегда прошу, посмотрите, пожалуйста, на просвет. Я вот вижу с этой стороны. Вы посмотрите, может, вы где-то еще увидите. Я-то могу пройтись. Я вижу... Ну, как бы не видно. Но клиент может увидеть больше. Все-таки четыре глаза лучше. Не просто больше, а еще лучше. Так, здесь все липкое. Ну, и смотрим две руки теперь вместе. Да? Вот мои пушки. Если смотреть на просвет. Так, если приподнять еще волоски все вот отсюда сюда. Вот. И на просвет можно увидеть здесь и здесь волоски. Не знаю, видно вам или нет. Не очень видно. Хорошо на солнце, на лампочку. Прям. Ну, и так. Ну, и так, смотрите, даже по морщинкам, да? Смотрите, здесь какая гладкая кожа. Вот я загибаю. Да, мне уже 55 лет. Уже скоро 56 будет. Естественно, кожа у меня уже не такая, как в молодости. Натянутая всегда. Но все равно, смотрите, как здесь после. Да? И как здесь вот она вся складочку мелкую-мелкую собирается. Розовенькая, чистенькая, гладкая кожа. Вот и все. Что мы делаем? Снимаем перчатки. Даже себе я делаю перчатки. Потому что без перчаток паста не прилипает просто к пальцам. Перчатка, наверное, не нужна для того, чтобы она прилипала не только для гигиена, а чтобы еще прилипало все это. Рука вся липнет. Поэтому я обрабатываю ручку лосьону после депиляции. Я люблю очень свой лосьон. Гвязная салфетка. Чистая салфетка мы все протираем. Ой, все, кончилась зарядка. Колечко, наконец-то, протузы, прилипшие. Все. Сверху так. Вообще шикардесс. Ничего не прилипает, ничего. Пальчики. Пальчики. Продолжение следует. Увидимся.